По поводу Рашкина, завтра заседание, Госдумы. Какие-то неожиданные решения могут быть, на ваш взгляд? Ну, а что там неожиданного? Я так понимаю, что за Рашкина взялись очень серьезно. Вы понимаете, что у нас единороссы, которые стреляют по разному роду животных, включая краснокнижных, не знаю, не беру сказать сколько, но очень много. Никому ничего. То есть, опять же, я не люблю животных, я никогда бы не стал ни на кого охотиться. Аналогично, 100%. Поэтому, в общем, Валерий Федорович, у меня много вопросов, скажем так. Но мы же просто понимаем, что что бы мы ни говорили про Валерия Федоровича, но наехали-то на него не за лось. За лось это был просто повод. Это нужно понимать. Я просто, я не знаю, конечно, конечно, у меня большой вопрос, как можно было лося с кабаном спутать, ну и так далее. Но, опять-таки, ни за лось и ни за кабана все это. Вот, это раз. А два, что процедура, по всей видимости, отработана. То есть, у них несколько задач. Они сейчас перед определенной развилкой, то есть, они точно его будут судить. По итогам, есть два варианта. Либо один вариант, что они добьются административного преследования, то есть, административного наказания. И при этом договорятся с КПРФ, что Рашкин снимают с должности руководителя горкома КПРФ в Москве. И тогда, может быть, не будет уголовного преследования. И, возможно, даже его ставят депутатом. Потому что в этом случае он имеет право оставаться депутатом. Ну, потерял политическое влияние, потерял авторитет и рычаги административно-политически потерял. Ну, в общем, как бы они его таким образом нейтрализуют. Причем нейтрализуют это с помощью самих же некоторых деятелей в КПРФ, которые подыграют. Ну, и второй вариант, когда Рашкин и КПРФ, что называется, упрутся. Ну, то есть, я прекрасно знаю, что КПРФ сейчас идет по этому поводу дискуссия. И есть целый ряд недругов у Валерия Федоровича, которые с удовольствием бы его сдали и привезли в жертву, обменяли на что-то. Вот. Но, предположим, эта группировка не добьется своего. В свою очередь, Валерий Федорович тоже будет занимать более жесткую позицию. Ну, что тогда, следующий этап, тогда его все-таки отдают под уголовный суд. И дальше можно даже его приговорить всего лишь к условному сроку. Но главное, чтобы это был уголовный приговор, именно по уголовному кодексу, а не по административному. И в этом случае он автоматически теряет место в Госдуме. И автоматически теряет место первого секретаря горкома. Ну, и дальше, ну, что дальше? Дальше, вот, пенсионер. Ну, и есть еще один вариант, но посмотрим, я не знаю, не уверен, что Валерий Федорович на это пойдет, потому что тогда он должен занять очень жесткую позицию, гораздо более жесткую, чем теперь. И тогда его посадят. И тогда его посадят. Но с того момента, как его посадят, отношение к нему в обществе начнет меняться в лучшую сторону. Потому что тогда он будет уже жертв. Совершенно поменяется статус и отношение общества к нему как к политику. Спасибо огромное. С нами был Борис Юрьевич Горлицкий, главный редактор канала «Рабкор», кандидат политической наук «Российский социолог». Спасибо большое, Борис Юрьевич. Спасибо. Спасибо.